Здравствуйте! В эфире Вести Ульяновск. С вами Анна Панова. Смотрите в этом выпуске. Вместо кнута пряник. В правительстве обсудили развитие малого бизнеса и предпринимательства. Вызывали пожарных, приехали лесники. Сотрудники Барышского лесхоза теперь могут сами тушить жилые дома. С шутками-прибаутками выбрали профессию. Как ульяновский центр занятости работает с подростками, расскажем в выпуске. В Доме правительства прошло заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. Обсуждали насущные для бизнесменов вопросы. Факторы, которые тормозят развитие своего дела и пути выхода из ситуации. Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что в ближайшее время нужно перенастроить всю систему работы с бизнесом на интересы местных предпринимателей. Мы действительно в какой-то степени уникальный регион, который за короткий период времени создал все, что характеризует инвестиционный климат. Который много раз многими крупными общественными, международными организациями признавался как один из самых лучших в России. А с другой стороны, на другой чаше весов, практика отношений к предпринимательству, сложившейся в ряде муниципальных образований. Для того, чтобы избежать пресловутых бюрократических проволочек, предлагается ужесточить ответственность с одной стороны нерадивых чиновников, с другой и самих предпринимателей. Последних намерены обязать серьезнее относиться к качеству своих товаров и услуг. Ответственных власти намерены активно поддерживать и продвигать. Отметили в частности небольшую частную кондитерскую продукцию, которая реализуется через торговые сети и пользуется спросом. Зеленый свет всегда будет для тех, кто обеспечивает действительно высокое качество своей продукции, отметили в корпорации по развитию предпринимательства. Это должно быть конкурентный продукт. Мы поэтому должны здесь выстраивать такие линии взаимоотношений, чтобы и качество, и соответствующая упаковка, и те требования, которые на сегодняшний день были в соответствии. Вот здесь наша задача, что называется, подрастить, подрулить и сформировать правильную конкурентную продукцию, либо услугу. Вот здесь задача нас, как органов государственной власти, как организации инфраструктуры поддержки развития предпринимательства, состоит как раз в этом. Обсудили также случаи нарушения прав предпринимателей, рассмотрели предложение об улучшении взаимодействия властных структур с бизнес-сообществом. Обговорили систему работы надзорных органов с частниками. Например, предлагается в первую очередь применять меры предупредительного, а не карательного характера. То ли есть земля, то ли нет. Фермер из Чердоклинского района борется за участок, на котором разводят овец. Уже не первый год. Муниципалитет не желает его отдавать ни даром, ни за деньги. Бесконечные судебные тяжбы сказываются на стоимости продукции, а сам глава фермерского хозяйства готов пойти на крайние меры. Когда Фахрат Искандеров пришел на этот участок, здесь была свалка и рос бурьян. На свои средства предприниматель вывез мусора, установил подстанцию и пробурил скважину. Однако, когда территорию привели в порядок, возникли проблемы с оформлением участка. На многочисленные запросы Искандерова местная власть отвечала по-разному. Сначала твердили, что эта земля в собственности у самарской компании. Потом заявляли, что она принадлежит муниципалитету. И отдавать ни по чем не желали. Я готов купить за деньги. Но на это тоже не идут. Именно другим хотел почему-то. На зиму нужно заготовить тонны корма. А фермер до сих пор не знает, сможет ли он остаться на этом участке или все же придется съезжать. Сейчас в хозяйстве Фахрата Искандерова 1200 голов скота. 200 из них приобретены на средства гранта. Только какая польза от такой поддержки, если вести хозяйство будет негде. Я вот этого не знаю, что делать сейчас. Если даже свои уничтожить, уничтожить свои поголовья, тысячи голов, пустить под нож, 200 голов, за 200 голов, я отвечаю в течение пяти лет. Условие гранта такая. А каким образом, где, чего, сейчас вернуть это поголовье, кому, куда и когда, непонятно ничего. За семь лет участок Искандерова дважды пытались продать, но прокуратура Чердоклинского района отменяла сделки. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор. У фермера опускаются руки. Я уже готов съехать, говорит он, но пусть хотя бы объяснят, на каком основании, чтобы все было по закону. Власти объяснить не объясняют, но предлагают альтернативу. Министерство сельского лесного хозяйства готово ему предоставить площадку, много площадок на выбор. И та, которая ему понравится, мы готовы сделать все для оформления, для того, чтобы он свою деятельность не прекратил, а продолжал. Но просто в другом месте, там, где у него не будет конкурентов. Проблема до сих пор не решена. Судебный тяжбы и возможный переезд хозяйства на новое место требуют немалых затрат, которые никто не возместит, рассуждает фермер. А значит, это неизменно скажется на цене продукта. Анна Панова, Борис Шибалдов, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района. За минувшие сутки в регионе произошло 94 дорожно-транспортных происшествия. Четыре человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 15 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности у Натальи Сабановой. С 4 августа в 18.50 на 38-м километре автодороги Солдатская отошла Кузоватова-Новоспасская, Кузоватовского района Ульяновской области. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114, управляя транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем УАЗ. После чего автомобиль УАЗ совершил съезд и опрокидывание в кювет. В результате ДТП двое мужчин, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2114, госпитализированы. Водители пассажира автомобиля УАЗ обращались за медицинской помощью, назначено амбулаторное лечение. Уважаемые водители, госавтоинспекция просит вас выбирать безопасную скорость движения и дистанцию между транспортными средствами, а также использовать для движения только свою полосу. Выезд на полосу встречного движения почти всегда заканчивается трагедией, а также может унести жизни ни в чем не повинных людей. Потушили дом еще до приезда пожарных. Барышские лесники оказались быстрее своих профессиональных коллег. Дед дом загорелся в соседнем поселке имени Ленина. Помимо экстренных служб, жители позвонили и в местное лесничество, у которого с недавних пор есть собственные пожарные машины и даже парк тяжелой техники. Закупили бульдозеры после массовых возгораний леса в 2010 году. Тогда жилистники предложили запрудить местный родник, который теперь используется в качестве пожарного водоема. Вот эта тяжелая техника, она и планируется для взаимодействия с другими районами, потому что такая техника только у нас именно тяжелая. А географическое расположение Барышского района именно позволяет, чтобы короткий самый путь Николаевка, Кузоватово, Базарный, Инза, Вишкайм, Майна, это самый такой центр, самое короткое плечо. Сейчас на вооружении пожарной химической станции несколько тракторов и четыре малых патрульных комплекса. Последние снабжены установкой подачи воды под высоким давлением и способны тушить возгорание на расстоянии свыше 100 метров. О других интересных событиях в регионе кратко расскажут мои коллеги в новостном Блице. На создание в Ульяновских школах безбарьерной среды региону выделили 45 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Субсидии предоставлены в рамках государственной программы «Доступная среда». По словам министра образования региона Екатерины Убы, средства пойдут на создание в обычных школах условий для образования инвалидов рядом со здоровыми детьми. На эти деньги закупят специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование и автотранспорт для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня с 15 до 18 часов личный прием граждан проведет руководитель следственного управления по Ульяновской области генерал-майор юстиции Алексей Евдокимов. Встреча с горожанами будет организована по адресу город Ульяновск, улица Ленина, дом 124. Телефон для обращения граждан 4155-28-4123-55. Расплатиться с долгами жители областного центра призывают коммунальщики. В Ульяновске стартовал месячник по ликвидации задолженности за ЖКУ. До 31 августа управляющие компании перестанут начислять и взыскивать пени за неоплаченную воду, газ и свет. В это время у заядлых должников есть шанс заплатить хотя бы за часть потребляемых благ цивилизации. В противном случае управляющие компании вправе обращаться за справедливостью в суд, требовать переселения неплательщиков в менее благоустроенные квартиры и отключения их жилья от электричества, газа и ГВС. Также в рамках месячника совместно с полицией и членами совета дома управляющие компании будут выявлять граждан, незаконно проживающих в домах или недобросовестных предпринимателей, занимающих нежилые квадратные метры в многоквартирных домах. По сведениям Ульяновского филиала расчетно-информационного центра, к июлю сумма просроченной задолженности превысила полтора миллиарда рублей. В Ульяновске выберут лучшую строительную площадку. В преддверии профессионального праздника в областном центре определят, где самая незахламленная аккуратная стройка и какая организация соблюдает не только сроки выполнения работ, но и все требования техники безопасности и санитарных норм на своей территории. Для участия в конкурсе необходимо до 6 августа предоставить заявку, копию разрешения на строительство и документы, подтверждающие, что строительная организация является генподрядчиком или подрядчиком. 7 августа специальная комиссия проведет осмотр выставленных на конкурс площадок и прилегающих к ним территорий. Победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степени в День строителя в это воскресенье. Ульяновская область продолжает помогать беженцам с Донбасса. Сейчас в регион перебрались уже более 1800 человек. И еще 300 должны приехать в августе. Людям оказывают медицинскую помощь на очереди оформление статуса пребывания и трудоустройства. Эдуард Истомин увидел, как размещают вынужденных переселенцев. В санатории-профилактории УАЗ разбирают вещи. Семья Надежды Терехичевой из Горловки. Оттуда она еле унесла ноги, потому что бомбили с воздуха, а еще грады обстреливали. В России попали через Крым. По-другому никак. Через Ростов никак нельзя. Там обстреливают машины. Мы ехали через Мелитополь. Ехали под обстрелами, вывезли детей сначала. Потом приехали. Сын. Дом у нас остался у детей. И квартира у нас, и гараж капитальный. Вот все, что схватили, приехали. Вот это все наше с собой. Оксана Домлина из шахтерского города Янакиева. Уехал вместе с сыном и дочерью. Младше всего семь. Девочка уже осваивается на месте. А вот взрослым от стресса еще нужно прийти в себя. Сыну 19 лет. У нас в Мариуполь зашли освободители, как они все называют, Насгвардия. И пошли по головной повестке. И приходили с повестками, с автоматами, забирали насильно. Поэтому мы уехали. Еще самая основная причина – это из-за сына. Профилактория уже предоставил кровь 63-м беженцам. У них нормальное питание и хорошие бытовые условия. Средства для обустройства выделяет Москва, а это 800 рублей в сутки на одного беженца. За переселенцами наблюдают психологи и врачи. Проводятся профилактические мероприятия. Вакцинация идет всех граждан. Если в результате обследования выявляются какие-то заболевания, безусловно, в экстренном порядке и в плановом порядке оказывается медицинская помощь, медицинская поддержка. Уже сейчас переселенцы могут начать оформлять российское гражданство, а еще заняться поиском работы. Многим из них поступили предложения о трудоустройстве. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. КВН как способ определиться с будущей профессией. Такой нестандартный метод профориентации выбрали в Ульяновском центре занятости. Мероприятие прошло на базе детского лагеря имени Деева. Участие в нем приняли более 60 подростков. Такие акции по профессиональной ориентации ульяновских школьников проходят в Ульяновске уже не первый раз. Это востребованность профессии на рынке труда. Мы нацеливаем ребят в первую очередь на выбор профессии с учетом этого параметра, чтобы не потеряться потом по окончании профессиональной образовательной организации, чтобы уже начинать свою карьеру строить на этапе выбора профессии, а не после окончания выбранного учебного заведения. Задумываться о том, куда же я пойду и чем я буду заниматься. Полезно для общества и отвечает собственным интересам. Психологи утверждают, что свою профессию человек должен выбирать именно по этим критериям. И как подтверждение, только за два летних месяца программу профориентации прошли порядка 340 будущих специалистов. Селигер-2014 продолжается. В этом году на популярное озеро в Тверской области в десятый раз съехалось молодое поколение со всей страны, в том числе и ульяновцы. Накануне они вернулись в родной город. Многие из них не просто учились, но и показывали свои проекты. В направлении инноваций и технического творчества Дамир Сабиров представил сайт, который помогает планировать учебу. Мы помогаем студентам планировать учебу, видеть изменения в расписании занятий. А вузам помогаем адаптировать и мгновенно повещать всех студентов о каких-то глобальных мероприятиях. Будь это концерты или какие-то сдвиги в расписании. Анна Корицкая – постоянная участница форума, но впервые решила выступить на Селигере с проектом и показать собственную коллекцию одежды. Впечатление самое наилучшее, действительно самая конструктивная критика. Такого не было еще нигде. Это не обидно, это приятно, потому что это правда заставляет двигаться дальше в правильном направлении. Изначально закрытый лагерь для активистов общественной организации «Наши» теперь собирает до 20 тысяч человек за лето. По 25 направлениям. От фитнеса до политики. До 10 августа на Селигере проходит гражданский форум. По словам сотрудников Министерства образования и науки Ульяновской области, организаторы планируют вести пятую смену. С 22 по 29 августа Селигер объединит философов, социологов и экономистов России. Подробная информация на сайте форумселигер.ру И на этом все. Впереди информация о погоде. Сейчас в Ульяновске плюс 23 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Продолжение следует...